Привет! Хочу поделиться с вами, как готовлю сыр дома. Рецептов будет несколько. Покажу, как готовлю плавленый сыр, кавказский сыр по типу адыгейского и даже сливочный сыр маскарпоне. Поделюсь маленькими хитростями, например, как правильно хранить домашний сыр в рассоле. И обязательно досмотрите видео до конца, там вас ждет рецепт ну очень вкусного десерта с сыром маскарпоне. Ну а сначала покажу, как готовлю домашний плавленый сыр. Плавленый сыр делаю из творога, чтобы сыр получился сливочный, но при этом не добавлять сливочное масло, творог беру 9%. К творогу добавляю одно яйцо, обычную пищевую соду и щепотку соли. При помощи погружного блендера творожную массу довожу до гладкого однородного состояния, которое напоминает крем. Емкость творожной массы перемещаю на водяную баню. Вода в кастрюле не должна сильно кипеть и также не должна касаться дна миски. Постоянно помешивая, начинаю плавить творожную массу. Плавится она именно за счет добавления соды. По краям уже становится мягкой и тягучей, в середине все еще достаточно твердый комок. Но за счет того, что творожную массу перемешиваю постоянно, расплавится она равномерно и не прикипит к одну емкость. В процессе приготовления заготовка для плавленого сыра даже немного увеличивается в объеме и становится очень мягкой и тягучей. Истекает с лопатки или ложки очень красивой сливочной струйкой. Как только плавленый сыр достиг однородной плавной консистенции огонь выключаю, но сыр продолжаю помешивать еще пару минут. В процессе приготовления сырную массу доводить до кипения нельзя. Итак, половину плавленого сыра я откладываю, это будет просто сливочный сыр. Сейчас масса жидкая, но позже, постояв в холодильнике, сыр достаточно загустеет. Перед тем, как сыр поставить в холодильник, остужаю его сначала при комнатной температуре. Ну а из второй части плавленого сыра сделаю шоколадный сыр. Какао-порошок просеиваю, чтобы не было комочков и какао быстрее вмешалось и добавляю кокосовый сахар. Можно взять сахар тростниковый, можно обычный, можно посластитель, добавляете по своему желанию. Все ингредиенты тщательно смешиваю, плавленый сыр еще горячий, поэтому и какао и сахар растворяются очень хорошо и быстро. Шоколадный плавленый сыр также перекладываю в подходящую емкость, остужаю сначала при комнатной температуре, далее убираю в холодильник. Если емкость для сыра не имеет своей крышечки, я использую обычный пергамент. Плавленому сыру достаточно постоять в холодильнике 2 часа и он готов к употреблению. Первый сыр, плавленый без добавок, имеет классический сливочный аромат, очень вкусный, нежный, пластичный, хорошо намазывается на хлеб или хлебец. Шоколадный плавленый сыр, конечно же, имеет шоколадный аромат и вкус у него сливочно-шоколадный, чуточку сладковатый. Оба варианта плавленого сыра очень вкусные, прекрасно подойдут для завтрака или перекуса. Ну а хранить домашний плавленый сыр лучше всего в стеклянной или керамической таре, закрыв крышкой не более 3-4 дней в холодильнике. Следующий рецепт домашнего сыра – кавказский сыр, чем-то напоминающий атыгейский. Готовится такой сыр из молока и кисломолочных продуктов. Кастрюлю с молоком ставлю на огонь и начинаю молоко нагревать. Добавляю соль и хорошенько ее размешиваю. Когда молоко вот-вот закипит, сверху появится легкая пенка и небольшие пузырики. Огонь убавляю до минимума и выкладываю кисломолочные продукты, а точнее простоквашу, можно заменить на кефир, и немного сметаны. Смесь хорошо перемешиваю и дальше также периодически помешиваю. Постепенно вы увидите, что начинает отходить сыворотка и белок сворачивается все больше и больше. Цвет сыворотки становится желто-зеленый и практически сразу после этого смесь закипает. При слабом кипении держу молочную смесь на огне 3-4 минуты. После огонь выключаю и оставляю смесь постоять, отдохнуть минут 10. В это время подготавливаю посуду, в которую буду сцеживать сыр и формировать его. У меня это небольшой дуршлаг, который застилаю хлопчатобумажным полотенцем. Также можно использовать марлю, сложенную в 3-4 слоя. Все содержимое кастрюли процеживаю и сырную массу сверху слегка утрамбовываю. Уголками полотенца закрываю сверху. Сыр необходимо выдержать под гнетом. Гнет у меня обычно банка с водой. Сначала ставлю блюдце подходящего размера сверху банку. Всю конструкцию после остывания убираю в холодильник минимум на 2,5 часа. За это время выйдет еще немного лишней сыворотки и сыр значительно уплотнится. Теперь сыру нужно дать созреть. Выкладываю на обычную тарелку и сверху укрываю тем полотенцем, в котором был сыр. В таком виде выдерживаю домашний сыр в холодильнике минимум 12 часов. Лучше оставить на сутки. Если полотенце пересыхает, немного увлажните его. Мой сыр простоял в холодильнике почти сутки. Теперь можно попробовать. Сыр твердый и упругий. Тонкие края, конечно, могут немного крошиться, но на вкус это точно не повлияет. А вкус у него потрясающий. Кисломолочный, мягкий, в меру соленый. Конечно же, на вкус сыра будет большое влияние оказывать жирность и качество исходных продуктов. Также, чем больше жирность исходных продуктов, тем больше готового сыра вы получите. Еще коротко хочу сказать о кабыжу домашнего сыра. Практически все белки и жиры от исходных продуктов молока, кисломолочки, попадают в сыр. А вот большая часть углеводов остается в сыворотке. Да, и у сыворотки, кстати, тоже очень много применений, но не забываем, что от приготовления сыра сыворотка имеет соленый вкус. Ну а теперь о том, как же хранить домашний сыр. Храню я такой сыр в холодильнике в специально приготовленном соляном растворе. Делается он очень просто. В холодной кипяченой воде растворяю соль. Концентрация соли должна быть такой, чтобы сырое яйцо в этом соляном растворе плавало и был виден пятачок примерно два с половиной сантиметра в диаметре. Готовый соляной раствор остужаю в холодильнике, чтобы он действительно был холодным. Сыр выкладываю в подходящую стеклянную емкость, заливаю рассолом и убираю в холодильник. Дальше делаю сыр маскарпоне. Готовлю маскарпоне из сливок жирностью 10 процентов. Сливки выливаю в сотейник с толстым тном. Ставлю на огонь. Огонь делаю не сильным, потому что сливки закипеть не должны. Выжимаю сок примерно из половины лимона, добавляю к сливкам. Можно использовать четверть ложки лимонной кислоты, разведенной в воде. Постоянно помешивая, смесь очень хорошо прогреваю. Еще раз напомню, не кипячу. После добавления лимонного сока очень быстро начинает сворачиваться белок и отделяется сыворотка. Если у вас есть термометр, то нагревать сливки нужно до температуры не более 85 градусов. Я грела до того момента, когда стало видно, что смесь вот-вот закипит. Огонь сразу же выключила, но смесь держала в горячей кастрюле еще 3-4 минуты постоянно помешивая. Теперь нужно ее отсыдить. Для этого использую небольшой дуршлаг и хлопчатобумажное полотенце, либо марлю. Края полотенца собираю вверх, чтобы получился мешочек. Такой мешочек нужно подвесить на час, чтобы стекла лишняя сыворотка. Очень удобно это делать, привязав мешочек к большой ложке или к палочкам. Через час маскарпоне из тканевого мешочка выкладываю в стеклянную емкость и убираю в холодильник выстаиваться на 12 часов. В дальнейшем готовые маскарпоне хранить в холодильнике в стеклянной таре можно не более трех суток. А теперь покажу вам замечательный рецепт, в котором буду использовать домашний сыр маскарпоне. Для десерта буду делать профитроли. Тесто для профитроли, такое же, как для эклеров. В сотейнике с толстым дном смешиваю в равных пропорциях молоко и воду. Добавляю топленое сливочное масло, можно просто взять сливочное или любое растительное, и немного соли. Довожу смесь до кипения и всыпаю муку, рисовую и кукурузную. Хорошенько вымешиваю основу для теста, удобнее все же это делать при помощи лопатки. Огонь выключаю и оставляю смесь минут на 10, чтобы она немного остыла. Теперь по одному добавляю яйца и очень хорошо вымешиваю. Как только вмешала одно яйцо, добавляю второе. Точно также вмешиваю его до того момента, пока текстура теста не станет гладкой и однородной. Тесто получается густое и немного тягучее. Перекладываю его в кондитерский мешок и буду отсаживать профитроли на противень. Противень застилаю бумагой для выпечки и профитроли делаю совсем небольшими. Духовка у меня уже разогрета до 190 градусов. Выпекаю профитроли при такой температуре 10 минут. Через 10 минут температуру снижаю до 150 градусов и оставляю профитроли в духовке еще минут на 15. Желательно в процессе выпекания дверцу духовки не открывать. Румяные воздушные профитроли полностью остужаю, в это время готовлю крем. Для крема беру домашний маскарпоне. Смотрите какой он гладкий, мягкий, нежный, очень сливочный и запах и вкус. Итак маскарпоне в равных пропорциях смешиваю с мягким обезжиренным творогом. Также в крем добавила немного ванильного экстракта, можно использовать ванильный сахар. И чтобы снизить калорийность я использую эритрит, это натуральный подсластитель. Вы можете использовать подсластитель по вашему вкусу. Крем взбиваю миксером до однородного гладкого состояния, уйдет на это примерно 2-3 минуты. Начинаю собирать десерт. Я сделала на большом блюде, чтобы получилось некое подобие тортика, но конечно же можно такой десерт сервировать порционно. Первым слоем выкладываю все профитроли, а сверху ровным достаточно тонким слоем распределяю крем с маскарпоне. На час убираю десерт в холодильник. Перед подачей сверху десерт украшаю ягодами. У меня сегодня замороженная черника, немного малины и несколько ягод клубники. Добавляю несколько листиков мяты и десерт можно подавать к столу. Пока десерт стоял в холодильнике, нежные воздушные профитроли стали чуточку влажными. Крем из маскарпоне и творога достаточно легкий и совсем не сладкий, но при этом очень нежный и сливочный на вкус. Добавление небольшого количества ягод только подчеркивает изящество и утонченность этого десерта. Делитесь в комментариях, если знаете, как улучшить вкус домашнего сыра. Буду рада вашим советам, а также смотрите другие мои видео. Ссылка сейчас на экране.